Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. Она будет лететь, затем она будет погружаться под воду, становиться невидимой. У нее будут мощнейшие торпеды на 20 километров со скоростью 80 узлов, да. А потом она будет медленно подниматься на поверхность. И все потом бомбами, 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 вот так вот, красными вот такими, да. Я хочу, чтобы этот проект, который будет доступен в ближайшем обновлении. Ну почти как было в шуточном ролике «Мира кораблей». Только теперь это нас ожидает на самом деле. Правда, подводная лодка не летающая, а гибрид, несущий на себе 4 бомбардировщика с фугасными бомбами. Так что вполне можно будет, как в ролике, незаметно всплывать и атаковать цели с воздуха. И делать это авиацией даже безопаснее, чем рисковать подлодкой, если бы она была летающей. Вчера на канале вышло видео про новинки в World of Warships, и мы задавались вопросом, каков будет наш ответ. Вот таким. Конечно, для многих игроков это выглядит, как какая-то дичь. Хотя исторически что-то подобное имело место, хоть и недолго, и не особо эффективно. Но в бою подводная пакость, которая теперь сможет доставать нас не только торпедами из-под воды, не только пушечкой главного калибра, которая у этого чуда тоже имеется, но и самолетами с воздуха. И к такому, конечно, вряд ли можно оставаться равнодушным. Кто-то возмутится, кто-то захочет поскорее на таком поиграть. Но теперь мы знаем точно, что в нашей игре, в мире кораблей, возможно все. Поехали! Я работаю в мире кораблей очень давно, я знаю этот проект еще, когда его не было. Меня всегда манило и завораживало вот эта вот возможность создавать несоздаваемое. Вы понимаете, о чем я говорю? Да! Конечно же, очень хорошо понимаем. Ведь мы уже тоже не первый год в замечательной игре. Не знаю, будет ли такое чудо в World of Warships, а у нас мы уже скоро увидим ее в боях, когда на ней выйдут тестировщики. Помним, что ТТХ-лодки еще могут измениться. Но давайте бегло посмотрим, на что эта лодка может быть способна. Есть ли в ней реальная сила или это больше хайповый проект-замануха? При изучении ТТХ сразу бросается в глаза огромное количество боеспособностей. 24-200, что для подлодки восьмого уровня очень жирно. У Ай-56, кстати, столько же. Вот только Ай-56 светится на 7,1 километра. А это на 6,4. Существенная разница. Скорость хода на воде 29. Нормально. Под водой медленно. 13, что примерно как у Ай-56. А вот запас автономности больше. 180 единиц против 120. В общем, по корпусу и автономности лодка выходит гораздо комфортнее, чем Ай-56. Но зато торпедная мощь ощутимо меньше. Хоть торпедных аппаратов тоже 6 и время перезарядки так же быстрое 30 секунд, но заряжающих только 3, а не 6, как у Ай-56. А еще торпеды только акустические и маломощные. И идут на 10 километров. В общем, скажем прямо, что по торпедам эта лодка полный хлам. Есть еще слабенький главный калибр со скоростью перезарядки 2,4, что даже слабее, чем у Ай-56. Но зато имеются самолетики. Раз в 80 секунд можно будет поднимать один самолетик, который по магии, как у Хелфорда, превращается в воздухе в 4. Самолетики по параметрам средненькие. Кидают каждые по 2 бомбочки с небольшим уроном в 2500. Но зато очень высоким шансом поджога аж 74%. 8 бомбочек с таким шансом – это фактически гарантированный пожар, а то и 2, если в момент атаки у цели не работает ремка. В снаряжении нет акустического поиска. То есть с подводными лодками бороться будет очень сложно. Имеется резервный блок батарей и улучшенные рулевые приводы. В общем, лодка может быть эффективной, если ей удастся разводить цель на пожары самолетами и потом вешать затопление торпедами. Прямого урона будет очень мало при таких ТТХ. Так что пока она выглядит больше как хайп, а не аппарат нагиба. В отличии от той же Ай-56, которая хоть и посложнее, но если звезды сложатся, то торпедами может набивать тонны урона. Так что новинка чисто для Стёба и фана сойдет, но пока не более того, если ее не изменят. Но зато игру она с такими параметрами точно не сломает. Также нам рассказали другие подробности патча 12.9. Это как и в World of Warships крейсер Франческо Ферручи 7 уровня. Но других новинок, которые мы видели в World of Warships, пока нет. Однако, судя по всему, игры пока все еще не собираются отличаться слишком сильно. И скорее всего, эти корабли мы еще увидим и в мире кораблей, просто позже. Почему я говорю про то, что игры пока не собираются сильно отличаться, потому что по новым линкорам Японии и Черной Пятнице с черными кораблями контент сильно похожий, который мы уже разбирали недавно в этом видео. Черный Смоленск так же будет. И это, хочу сказать, вообще-то не так уж и хорошо для игры, так как явно будет засилье смоленсков и их счастливых обладателей, что сделает бои более токсичными, пока не отхлынет вся эта чернота. Но зато, у кого Смоленска не было, то представится отличный шанс приобрести действительно крутой корабль. Ну и про Хэллоуин тоже все сильно похоже на World of Warships, что мы уже обсуждали. Как только появится что-то еще интересное, сразу сообщу. Так что прожимайте колокольчики и подписки, чтобы не пропустить. Ну и подходите на Бусти, где кроме большого количества новых видео, еще доступны и консультации по выбору кораблей и другим игровым вопросам. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был СуперЧемпион. Редактор субтитров А.Семкин